Движение «Единый дом» возникло три года назад. Ко мне пришли люди, жители поселений, и сказали, что в связи с началом строительства забора безопасности мы уже сейчас видим, что можем оказаться в невыносимой безвыходной ситуации. Что еще они не сказали? Они сказали, что если будет подписано соглашение об окончательном урегулировании Зральского, Клистинского конфликта, и будет решена проблема западного берега, они окажутся, как говорится, по ту сторону забора, они должны будут уйти из своих поселений. А если не будет соглашения об окончательном урегулировании, и начнется третья емпада, то они окажутся самой главной целью и самой главной мишенью для всего того, что тогда начнется, то есть жизнь не станет невыносимой. Таким образом, нужно сейчас решать эти проблемы. Я спросила, почему же вы не продаете свои дома, и они ответили, что вы пробовали их продать, но не покупатели. Речь идет о том, что ко мне пришли... Когда ко мне пришли эти люди, я спросила, почему вы пришли ко мне? Я же... Вы в основном придерживаетесь правого взгляда, вы голосуете за правую партию, я представитель явно левых сил, почему же вы пришли ко мне? Потому что нас не хотели слушать с той стороны, как говорится, с нашей стороны. 74 поселения, о них идет речь, у них живет 80 тысяч человек, они оказываются за забором, как я уже сказала, безосягных перспектив. И закон, который я предложила после этого обращения, это закон о компенсации за те дома, которые приобретет у этих людей государство. Даля эти дома и жить в небесных ситуациях, они смогут это сделать, продав эти дома государству. Я подчеркиваю, что речь идет не о том, что всех жителей этих поселений будут убеждать продавать свои дома государству, нет. Прежде всего, следует подчеркнуть, что эти люди разделяются на два лагеря, 50 на 50. 50% из живущих там людей, это люди, которые пришли по идеологическим соображениям, идеологические соображения, они, конечно, не будут поддерживать этот закон, им он не нужен, они будут бороться, они будут бороться на политическом фронте, а 50% людей, нечего тут скрывать, это люди, которые приехали жить туда в поисках качества жизни, те дома, которые они имели там, те условия, которые они имели там, цены, за которые они приобрели эти дома, обеспечивали им качество жизни, у них нет этих прочных и биологических корней, они готовы в поисках того же качества жизни, чтобы не оказаться в опасной ситуации, они готовы продать эти дома и приобрести взамен на них подобные, что-то может похуже, но, по крайней мере, в более спокойном месте. Для чего нужен этот закон, по мнению Абавилана? Для того, чтобы не сложилась однажды ситуация, подобная той, которая происходила в Кушкатифе, когда были бы решением, однажды было решено, всех выделить люди, получили приказ, если когда-то и будет соглашение обрегулированное, будет принято решение о возвращении территории Абавилана, в этом уверен, что это будет, эти части этих людей уже будут к этому готовы, то есть они уже будут вообще не там. Люди будут подготовлены, и это лучше, чем вот одним ударом, одним приказом в течение короткого срока менять полностью и ломать жизнь людей. Этот закон, прежде всего, призван гарантировать Израилу способность дать окончательные четкие границы, позволить поселенцам вернуться домой, это я перевожу проник с того, что сказала Абавилана, но с точки зрения государства, этот закон, в общем-то, является как бы воплощением сионистской идеи. Если мы хотим еврейское и демократическое государство с еврейским большинством, то мы должны избавиться от этих территорий, поскольку статистика такова, демография такова, что через 7-8 лет палестинцы плюс израильские арабы составят на этой территории большинство, и тогда мы будем стоять перед выбором или еврейское государство, или демократическое. Если мы хотим государство с еврейским большинством, мы должны избавиться от этих территорий. Закон, какова его судьба, он ждет теперь только одобрения правительства, и министр Хайр Рамон, и Утбарак, и Аммия Илон, они за этот закон стоимость этого проекта 9 миллиардов шекелей, 9 миллиардов шекелей, и воспользоваться этим законом смогут 40 тысяч человек, это в 5 раз больше того числа людей, которые получили компенсацию при выходе из гушкотива, каждый человек сможет получить от 200 до 250 тысяч долларов компенсацию для приобретения как более-менее нормального жилья на территории Израиля. Ну и еще раз Абутлан подчеркнул, что с его точки зрения этот закон является ярким выражением пенсионистской идеи о еврейском национальном очаге в Эр-Эс-Исраиле, демократическое государство с еврейским большинством, иначе нам пройдет демократическая катастрофа.